неуверенность себе это вообще естественная нормальная и здоровая позиция взрослого человека и люди которые все знают наперед это самые скучные люди в мире и быть уверены в том что мой бизнес получится но это ну мягко говоря странно то есть это статистически нелепая вообще какая-то идиотская абсолютно затея а может и смогу то есть я не знаю этого вот я могу попробовать вот если мне страшно я могу выбрать что-то пониже так что фокус есть звук есть привет ребята меня зовут левсенко Миша это рубрика стакан чая где делюсь на своем канале чем-то и в своей жизни отвечая на ваши вопросы когда они есть когда их нету вынужден выдумывать сам или смотреть постинг других социалках и выбирать оттуда по вовлечению поэтому буду вам благодарен если вы будете активнее участвовать в этой рубрике посредством своих вопросов лайков и подписок если вы этого еще не сделали сегодня тема какая у нас про неуверенность себе это прям красной нитью сквозь весь постинг все существование моего блога идет эта тема то есть я вижу очень много людей которые не уверены в себе и по этому поводу париться и отлагают откладывают вернее какие-то действия вот а ведь моя позиция какая что неуверенность себе это вообще естественная нормальная и здоровая позиция взрослого человека потому что единственное на что можно опираться скажем так в своей жизни вот это не на свое ощущение уверенности а на то что мы ничего не знаем то есть я верю в то что нас окружает абсолютный хаос и неопределенность на самом деле любая попытка заявить о том что я знаю какое будет будущее это ну такая чисто эмоциональная история то есть по факту если ну как бы по факту взглянуть на эти вещи ни у одного из нас нету хрустального шара и мы не знаем будущее не видим его и любой человек который это транслирует ну у меня к нему есть ряд вопросов вот с каких это пору собственно говоря легализовали предвидение вот соответственно из тех ну скажем так успешных людей с которыми я общался там очень много людей неуверенных то есть в чем прикол они просто не знают что будет то есть они предполагают какую-то гипотезу может быть типа там вот что что там произойдет он не знает и он шагает туда то есть чтобы изучить то есть у него такая позиция ля исследователя да вот а у человека который боится ошибок у него позиция того кто ну никогда в жизни нового ничего не сделает то есть он ну как бы это так сказать один и тот же используют свою неуверенность в результате для разных целей один для того чтобы нихера не сделать а другой для того чтобы сделать понимаете вот это очень тонкая как бы такая история то есть по большому счету и тот и другой считают себя неуверенными людьми вот но один для него это наоборот ух ты круто я не знаю что это такое давайте изучать а другой ой 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 я туда боюсь идти потому что там неизвестно что о чем это говорит о том что чем больше знаний и навыков у человека лично по моему наблюдению тем меньше он знает потому что шагая каждый раз он понимает сколько еще всего он не знает на самом деле и шагая туда он уже получает какой-то опыт который может использовать и чем он отличается от тех кто чего-то большого там достигает вернее тот человек который так не делает чем он отличается тем что в эту неизвестность никогда не шагнул то есть тот уже много там на путешествовал много раз там условно говоря где-то там ударился башкой но он уже получил данные которых нету у того человека который не шагнул в неизвестность и получается что он уже может использовать какие-то данные для движения вперед а тот так и сидит и боится лишний шаг сделать любом случае у него есть что у нее есть возможность копировать то что сделал тот человек но есть один момент совершенно точно не факт что у него это получится потому что он это прикрутит к своей жизни к своему контексту существования а он у него совершенно другой блин так выпалил аж это кажется что уже и тему закрыл так ребята пользуясь паузой мне уже продвигаторы наши скоро начнут просто пиздить меня за это я вам напоминаю обязательно подписаться на канал и не просто подписаться нажать на колокольчик дело в том что контент который мы тут генерием он достаточно трудный для восприятия он сложный у нас творческая свобода мы тут материмся показываем все что угодно поэтому алгоритмы ютюба нас не очень любят поэтому не просто нажмите колокольчик а еще выберите все уведомления для всех передач чтобы вы их точно смогли увидеть когда они выходят вот про неуверенность также у нас есть такая штука как патреон там где люди подписываются для того чтобы поддержать свободный контент и там есть пакет в котором мы можем пообщаться с людьми вот и я общался с некоторыми ребятами и там какая штука что вот я не уверен себе вот я не знаю как это сделать я рюмэн а ты что думаешь я что-то знаю и он очень удивительно на меня смотрит я не знаю и любое мое любое мое предположение по поводу того что я точно знаю что там будет нету я могу только одно знать я хочу чтобы у меня получилось до достичь каких-то своих целей для того чтобы получить какие-то блага в своей жизни либо потому что мне это просто интересно но получится это или нет я не знаю я вам больше того скажу свой бизнес это вообще статистическая ошибка а успешный свой бизнес то это вообще который просуществовал там какое-то время который перешел в стадию масштабирования это настолько маловероятная история что надеяться на это то есть опираться и быть уверены в том что мой бизнес получится но это ну мягко говоря странно то есть это статистически нелепая вообще какая-то идиотская абсолютно затея то есть стали бы вы жениться если бы вероятность того что ваш брак просуществует 10 лет был бы меньше одного процента я думаю нет правильно вот так ведь происходит а статистика там реально очень печально прям сильно сильно если мы про бизнес говорим вот но я считаю что мы живем в той стране где возможности это максимально большая но об этом я думаю мы в другой в другой передаче поговорим так вот неуверенность в себе это вообще очень классно то есть очень важно быть реально осознанным то есть и понимать что знаю ли я типа будущее нет не знаю я хочу узнать какое оно там будет да она может быть таким может быть таким я шагну туда и посмотрю и даже если у меня не получилось то есть я уже получил какие-то данные которые нету того кто туда не полез соответственно уже где-то я могу использовать вот этот кусочек опыта для движения вперед поэтому это абсолютно здравая и нормальная позиция любой человек который желает обрести уверенность в себе ну если в его картине мира представление такое что вот он представил себе как это будет взял сделал оно так и произошло то мне этого человека искренне жаль потому что его ждет по жизни очень 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 много разочарований прям сильно сильно много но человек который находится внутри себя в позиции исследования вот он ну будет прогрессировать любом случае то есть например там я не знаю могу ли я прыгнуть там с двухметровой высоты в воду да типа нет наверное не смогу ну а может и смогу то есть я не знаю этого вот я могу попробовать вот если мне страшно я могу выбрать что-то пониже вот и так постепенно постепенно я могу подбираться то есть и изучать себя свои способности свой опыт получать вот они делать то что стопроцентно я якобы знаю что это случится да нет это абсолютно не так и в наше время когда обилие блогов и все расскажут о том как надо жить как надо делать там как блять что-то создавать мне кажется что это все люди но они не совсем понимают что то что они транслируют это всего лишь их опыт то есть это не значит что это если другой человек это повторит он никогда в постики одном блять не учтет всех нюансов которые были у него на входе но это невозможно и сказать что делаете вот так это тоже ну глупо то есть можно рассказать правду о себе вот я сделал как-то вот так вот и для меня это сработало вот так как это сработает для вас я не знаю и это реально правда вот то есть позиция исследователя по жизни она очень полезная потому что тогда каждый человек может написать свой мини какой-то дневник своих путешествий внутрь себя да и открытие каких-то своих внутренних моментов да потому что тот человек который о себе уже все знает блин ну это конечно очень грустная история то есть тот который знает совершенно точно наперед это неизвестно то есть например он может посмотреть на кого-то кто там огромный сильный этот вот человек может поднять штангу 200 килограмм соответственно говорит я не смогу ее поднять ну разумеется если ты прямо сейчас подойдешь и по ты попытаешься поднять ты не сможешь но он то тоже ее не сразу поднял это раз во вторых походи позанимайся столько лет сколько он и только тогда ты узнаешь сможешь или нет вот есть еще вероятность того что ты даже быстрее сможешь чем он поднять почему потому что ты уже можешь использовать его опыт ты уже можешь к нему обратиться где он обжегся что он сделал не так и его путь из 10 лет сократить до 8 вот но для этого надо всего лишь принять свою позицию неуверенности в себе неуверенности в своих результатах и использовать ее для движения вперед ну да я не знаю но я узнаю вот как-то так я бы хотел чтобы таких людей было как можно больше в этом мире это будет прекрасно потому что те люди которые все знают наперед это самые сука скучные люди в мире они самые нудные самые унылые я вообще вообще ну я не могу для меня невыносимо общение с такими людьми потому что они всячески тулят свою точку зрения особенно даже когда их в принципе об этом не просят они делят мир на правильный и неправильный хороший и плохой или еще что в этом роде но моя позиция такая что я не знаю то есть даже для того чтобы показать пальцем на кого-то человека и сказать хорош он или плохой мне надо как минимум пожить его жизнью для того чтобы понять почему как он принял такое решение что произошло что к этому привело и только тогда только тогда можно в принципе его скажем так осуждать но по большому счету давайте скажем честно это на хрен невозможно потому что мы ничего не знаем мы не внутри того человека и мы не знаем цену которую он заплатил за то что у него получилось мы не знаем его внутреннее ощущение мы вообще ни хрена не знаем все что мы знаем про этот мир ну моя позиция еще раз повторюсь что же я знаю про этот мир что я про него ни хрена не знаю вот если мне что-то интересное могу шагнуть и узнать вот эта позиция помогает мне шевелиться по жизни вот как только я решу что все понятно в принципе шагать мне туда уже незачем соответственно если в такой позиции жить то в конце смерть ребята и все понятно что в конце все закончится и вообще всему пиздец и и все и глобальное потепление вот и все жизнь кошмар дальше будет только хуже перед смертью мы будем только больше болеть и в этом всем нет никакого смысла потому что это все прекратится как вам такое то есть такой вот рациональной точки зрения знания всего наперед про жизнь становится немножко грустновато вот но если мы примем что мы не знаем сколько мы проживем мы не знаем качество этой жизни мы ничего по большому счету не знаем мы можем узнать а получится ли у меня не знаю построить свой замок а не знать наперед что его не получится построить вот или там а получится ли у меня сделать вот такую или создать такую семью или жить бесконечно например вот это хорошая мотивация для движения и развития вот поэтому желаю вам этого вашей жизни ребят побольше обязательно надо подписаться на канал здесь помимо этой рубрики есть еще подкасты там где значительно более интересные умные чем я люди приходят к нам в гости и делятся чем-то из своей жизни есть еще моя любимая рубрика в сратой новости где мы веселимся по полной поэтому подписывайтесь да и загляните на patreon если хотите общаться побольше то поддерживайте свободный контент и будьте в эксклюзивном доступе спасибо за внимание друзья напишите мне что-нибудь и вопросы задавайте это очень важно что-то кончает